Старшеклассники брат и сестра Екатерина и Серафима Кормухина открыли праздничный концерт, посвященный юбилею школы композиции «Русский вальс». Красивое начало празднованию положено. Гости, вдохновленные прекрасным выступлением дуэта, перешли к просмотру ролика «Школа, школа, я скучаю». И каждый с ностальгией вспоминал школьные годы. Трогательный ролик подготовил педагогический коллектив, старательно, буквально по крупицам, собирая фотоленту и снимков разных лет. Ведущие назвали школу восходящей звездой, которая появилась на небосклоне 50 лет тому назад. И это неспроста. Именно здесь, в Одинцовской школе номер 12, вот уже 9 лет, успешно реализуется проект «От школьных побед к олимпийским рекордам». Сегодня ученики начальных классов, маленькие звездочки, идут по стопам старшеклассников, и спорт для них – неотъемлемая часть жизни. Большая часть из этих ребят – титулованные спортсмены, но и это далеко не все достижения, которыми стоит гордиться. Я хочу вам сказать о том, что вчера в Звенигороде на окружном празднике Дня Учителя лауреатами, именной стипендии главы Одинцовского городского округа стала Клевиткина Татьяна Викторовна, учитель историо-технического знания, и мультипатика Галина Александровна, учитель химии и биологии. Это тоже очень большой чум для нашего студента. В этот день по доброй традиции состоялась церемония награждения педагогов за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Кроме того, благодарственное письмо главы округа получил весь коллектив среднеобразовательной школы номер 12. С теплыми словами к собравшимся обратилась заслуженный учитель Российской Федерации Гильдабот. Просто мне вот так повезло. Работать в этом районе, работать с такими прекрасными учителями, с такими прекрасными директорами. Особенным подарком для гостей стал музыкальный номер режиссера Культурного центра МВД России, певицы-поэтессы Натальи Бондаревой, а помогали ей учащиеся 6-го Г-класса. Милая Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».